Здравствуйте, дорогие мои подписчики и гости моего канала! Я вас всех приветствую! Также хочу всех поздравить с наступающим Новым Годом! Всем счастья, радости, удачи! Пусть у вас всё в будущем году будет хорошо! Сейчас я сделаю онлайн-расклад, а тема будет называться так. Что он от меня ждёт? Давайте посмотрим. Этот расклад будет общий, но здесь будут четыре позиции. Вам нужно будет чисто интуитивно загадать свою позицию, и мы посмотрим, что он от вас ждёт. Итак, что он от вас ждёт? Первая карта. Что он от вас ждёт? Вторая карта. Что он от вас ждёт? Третья и четвёртая. Загадывайте, выбирайте, и будем смотреть. Выбрали. Итак, смотрим, кто загадал первую позицию. Что он от вас ждёт? Так, что он от вас ждёт? Что он от вас ждёт? Знаете, здесь мужчина, в принципе, уже ничего не ждёт, потому что он считает, что уже поставлена точка. Вы уже поссорились. Вы уже расстались. Вы уже поругались. Он бы хотел бы иметь с вами отношения, но такие, какие он хочет. А я не знаю, какие он хочет. Я не знаю. Я не знаю, кто вы для него. Вы жена, вы любовница. Кто вы вообще ему? Но он бы хотел, чтобы было так, как он хочет. Но здесь я вижу, что вы не согласны. Идти у него на поводу и соглашаться то, что он вам предлагает. Поэтому он уже ничего от вас не ждёт. Он считает, что меня не прогнуть. Я остаюсь при своём мнении, потому что мне нужно то-то, то-то, то-то. Если она не согласна, значит, нет смысла как бы нам быть вместе. Вот как-то у мужчины здесь вот так. Знаете, он такой твердолобый здесь мужчина у нас, который считает, что он прав. И любит себя. Давайте ещё посмотрим, что он от вас ждёт. Что он от вас ждёт. Ой, ну началось у меня здесь соседи. Как только начну что-нибудь, там сверху-верху начинается движение у них. Смотрите. Здесь выходит на первый план императрица. Императрица, я не знаю, кто это. Кто, я не знаю. Это жена его, это вы императрица, да, женщина любимая. Но у него выходит на первый план здесь именно императрица. Это женщина красивая, ухоженная, хорошая мать она, и хорошая жена она, и хорошая любовница она, и хорошая... Она всё хорошая, потому что это высшая степень женского я. Он эту женщину очень сильно любит. Он без этой женщины жить не может. У него очень сильные эмоции к этой женщине. Он полагает, что она его тоже очень сильно любит. Но на данный момент какая-то тишина и затишье. Я так полагаю, по отношению к этой, опять же, женщине. Он эту женщину очень сильно интуитивно чувствует. Очень сильно интуитивно чувствует. И он думает, что она его тоже так же чувствует. Здесь большая любовь к этой женщине, да. Вот к этой императрице у него очень сильная большая любовь. И он сам же от этой любви страдает. Без неё он не может. Поэтому что он ждёт? Ну, может быть, он ждёт, чтобы... Я не знаю, просто если вы эта императрица, да, то он ждёт, что вы сделаете первый шаг снова к нему, но уже на его как бы... На том, что он настаивает, да. Как-то так. Как-то так. Если это не вы императрица, так скажем, да, то он не хочет ничего с вашей стороны, потому что, скорее всего, у него есть другая женщина. Вот эта вот императрица его там, я не знаю, кто она ему, да. На данный момент супруга, не супруга, там, гражданская, негражданская жена. Ну, вот он хочет быть с ней. Здесь как-то вот здесь так вот сложно вышло. Хорошо, идём дальше. Кто загадал цифру номер два? Что он от вас ждёт? Да он здесь тоже ничего не ждёт. Карта повешенного. Он ничего не ждёт. Потому что ваши отношения уже давно висят в воздухе. Ни туда, ни сюда, как говорится, всё в подвешенном состоянии. Жертва обстоятельств. Мы оба жертвы, двое обстоятельств. Что он от вас ждёт? Что-то мужики ничего не ждут вообще, интересно так. Ну, здесь вообще просто тоже такая же муть. Просто муть. Здесь, возможно, мужчина, опять же, несвободный. Возможно, здесь есть такой момент, что мужчина может быть несвободный. От этого у него хитрости, обманы, манипуляции идут. Ну, китрожопит, если по-русски сказать, да? По-простому. Потому что и нашим, и вашим хочет, понимаете, рыбку поймать, и ножки не замочить. Ну, вот здесь вот так здесь. А так не бывает как бы в жизни, да? А он определиться не может. И с вами хочет, и не с вами он хочет, и сам ничего понять он не может. Здесь мужчина, вторая позиция, сам понять не может, чего он в этой жизни уже хочет. Вам что-то он пытается доказать. Он вам вечно пытается доказать, что он такой правильный, что он такой честный. А на самом деле, хитрожопит по полной программе просто. Он по-другому жить не умеет. И вас как будто за нос водит. Да не то, что за нос, знаете, как Моисей по пустыне 40 лет. Только он вас не по пустыне водит, я не знаю, по каким-то дебрям лесным, темным. Он вас водит 100 лет уже, а не 40 лет. И завтраками, наверное, кормит. И семью обещает, наверное. Да, да, потерпи, потерпи, я женюсь, конечно. Как в песне. Я женюсь, я женюсь. Я женюсь, и Луис сказал, да? Вот так и жди этого. Ждать придется, я не знаю, сколько лет. А он, знаете, здесь считает? Он считает, что я такой красивый, я такой харизматичный, я такой брутальный и такой сексуальный, детка. Меня надо ждать вечность. Понимаете? С шармом вот это, да? Здесь мужчина о себе такого мнения высокого. Я не знаю, может быть, он действительно там, понимаете, а-ля Брэд Питт, в кавычках. Да, возможно. Но вот это поведение его, уже думаешь, блин, нафиг ты мне нужен. Где ты лесом уже, Брэд Питт мой? Ну, как-то так. Ну, как-то так. Потому что здесь у мужчин очень высокого мнения, и он считает, что вы нужно ждать вечность. Кто уже там вечность ждет, девочки? Вторая позиция. Ну, ждите дальше. А здесь он хочет, чтобы вы ждали, как бы. Здесь мотив такой. Он реальности с вами никакой не хочет. Он хочет, чтобы его ждали. На него надеялись. К нему были привязаны просто. А он здесь всем, как бы, управлял. Хочу, приду, хочу, уйду, детка. Да? А когда ты ему говоришь, слушай, ты меня так достал, я тебя больше видеть не могу. Не звони, не пиши. Как так? Ты че? Я такой красава. Как ты можешь меня так выкинуть? Ну, ладно, давай, давай. Посмотрим. Посмотрим. Сама ко мне же прибежишь. Понимаете? Вот эти вот мотивы у него. Типа такие мужские, да? Я такой тут красавчик вообще. А ты все равно без меня никуда не денешься. Прибежишь. Я-то себе типа цену знаю. На мне бабы все вешаются. Я тут вообще такой. У меня и желудок то, что надо, да? У меня такой здесь вообще. Да. Не хочу тоже смотреть дальше. Неприятный тип. Очень неприятный. Извините. Третья позиция. Ой, боже мой. Что сегодня за... Почему так? Я не понимаю. Почему? Что это? Девятка мечей. Почему? Здесь тоже дурдом какой-то у нас. Упала здесь пятерка. Вы что, с ним поругались? Вы с ним поругались? А мне карта здесь упала? Пятерка жезла. Вы в ссоре? В конфликтах? И что, вы теперь в ужасе находитесь от него? Или он вас так уже запугал просто? Или он вас так запугал, девочки? Почему здесь девятка мечей? Что он от вас ждет? Что вы его боялись? Что он от вас ждет? Или он хочет, чтобы вы его не боялись? Я не пойму. Но здесь страх у женщины такой. Просто в кошмарном сне. Она боится, что он опять появится. Домой явится. Я не знаю. Придушит ее где-нибудь. К стенке поставит. Я не знаю. Что у женщины здесь? Фобии какие-то. Здесь женщина явно боится. По ночам спать боится. И уснуть не может. Это страхи. Это же ненормальное, да? Что он от вас ждет? Ну да, он может приехать, девочки. Он может приехать, потому что война с ним не закончена. Вы что с ним воюете, что ли? Не пойму. У вас там такая серая месть друг к другу. На расстоянии находитесь? Кто кому там... Это он вам должен отомстить? Я просто не понимаю здесь, знаете. Что он от вас ждет? Ну да. Слушайте, ну здесь старший аркан силы. Он без вас не может. Здесь мужчина такой... Это вообще просто. Это все равно, что как вторая позиция. Вот третья позиция, это все равно, что вторая позиция. Здесь мужчина тоже достаточно очень такой себя любивый. Харизматичный, брутальный такой. Весь я-я на понтах, наверное, такой. Крутой просто здесь. Ой, сколько баб у него было. Божечки. Сколько у него баб было. На вас споткнулся. На вас споткнулся. Потому что вы такая женщина. Попробуй на вас не споткнись. Не получится. Мимо вас просто так пройти невозможно. У него там, если раньше-то были серые мышки, то здесь есть такая... Вы как львица. Понимаете? Он лев, а вы как львица. В один ряд с ним прям. И он запнулся на вас. Он не понял. Думаю, о, я думал, что я один здесь такой лавеласик. А здесь еще такая чека. О-о-о. Киска, ты будешь моей. И все. И вы думаете, ах, я киска твоей буду? Мы сейчас посмотрим. Кто кого. Кошка-то я дикая, понимаешь ли? Дикая. И меня просто так. Не взять. Я не те серые мыши, которые у тебя были. Ты одной лапой ловил. И они оставались. По тебе бегали и потом убегали. Не-не-не. Сам так не получится. Что он от вас ждет? Ну, секса хочет от вас. Да. Здесь у вас много с ним связано. Память. Память. С прошлого. Воспоминания, ностальгия. Как вам было хорошо, а? Это просто так, наверное, если у вас был контакт сексуальный с этим человеком, он вообще его забыть не может. И поэтому отцепиться от вас не может. Конечно. Такая хорошая сопоставимость здесь между вами. Если секса не было, то могу сказать, что очень сильно хочет. И поэтому, наверное, не отпускает. А как же? Он же чувствует, что вы его самочка. А мужчины я таких просто не отпускаю. Потому что ему должно... Ему же добиться надо своего. Он же в постель-то должен затащить, чтобы лишний раз у себя там, понимаете, галочку отметить, что и с ней я тоже был. Да, он как, понимаете, как Александр Македонский, завоевывает баб. Тот только завоевывал земли, был мужиком, а тут он баб завоевывает. И тоже что, нормально. Это по-мужски тоже типа, да. Что он от вас хочет? Ну вот. Опять пятерка. Она уже выпадала. Но он хочет, чтобы вы с ним не ссорились, не ругались, а любили его, обожали. Потому что он сексу-мачу. Да? Вот признали в нем это и все. И успокоились. Чтобы вы с ним были... Ой... Мягкой, доброй, пушистой. И не ссорились с ним. Потому что он вас любит. Типа там. Я не знаю. Ну может на самом деле любит. Вопрос сейчас не об этом. Но он к вам пришел со своим кубком. Со своими чувствами, эмоциями, сексом и со всем, что у него есть. И он хочет, чтобы вы перестали его бояться. Ну да как-то так, да. Что насчет вас? Что он от вас ждет? Да, ну я же говорю секс. Секс-шмекс тут у нас. Третий ждет у нас тут секса, девочки. Туда-сюда. Увиливает. Я не знаю. Ходит кругами. Но секса хочет. Это самое главное, что он очень сильно хочет. А вы, наверное, не поддаетесь ему. На крючок-то не ловитесь. Да. Вы вообще находитесь на расстоянии. Может быть только в интернете-то общаетесь. Или кто-то от кого-то уехал. Съехали уже. И он хочет опять вознавиться. Он вам написать хочет. Он вам позвонить хочет. Или чтобы вы ему это сделали. То есть написали, позвонили, сказали, приезжай. Будет у нас сегодня с тобой секс-шмекс. Давай, давай. Жду. Давай. Цыган-цыган. Ай-лю-лю. Ай-лю-лю. Ой, ладно, все. Это была третья позиция. Четвертая. Что он от вас ждет? Ой, господи. Чего он уже ждет? Непонятно. Чего-то мне сегодня вообще расклады как-то на эту тему. Чего-то мужики такие, а? Ничего не ждут они. От женщин ничего не ждут они. Это тоже ждет, когда вы ему очередной раз дадите шанс. Но этого шанса он не видит. Ну, как его культурно обозвать? Я не знаю. Матюканца я не хочу на него. Но здесь шанс ему судьба дает. Он ему опять шанса не видит. Нормально? Ждет он. Этот шанс ждет. Но что ты его не видишь? Если ты его ждешь, тогда не пойму. Что он еще от вас ждет? Ой, любви ждет. Господи. А что такой ленивый-то? Что такой ленивый-то? Закрытый, ленивый, в раздрайве. Кто собирается за ним бегать? Девочки, кто загадал четвертую позицию? Здесь что за мужик вообще? Как тюлень. Ничего сам делать в этой жизни не хочет. Чтоб вы ему там о любви говорили. Чтоб вы его поталкивали. Чтоб вы ему звонили. Я не знаю. Может быть, еще там ему билет оплатили. В постель пригласили. Ой, это кошмар. Это кошмар. Что он еще отважен? Что вы будете ему в любви признаваться. Что вы не будете с ним ругаться. Да, девятка Пентакли. Вы что, обеспеченная мадам? Девочки, кто здесь четвертая позиция? Но он вас видит по девятке Пентакли, что вы обеспеченная красивая женщина. Он что, моложе вас? Нет? Не Альфонсон случайно? Потому что здесь такое отношение к вам, что вы можете его все практически мечты осуществить. За счет чего, интересно? За счет вас он хочет свои мечты осуществить? Ну что, генеральный директор Газпрома, девочки? Или еще что-нибудь повыше? Простите, просто говорю как есть. Здесь такие энергии дают. Я не вижу, чтоб здесь мужчина был, например, женатый. Здесь мужчина холостой. Но здесь энергия идет Альфонса мужчины. Здесь идет энергия мужчины молодого, моложе вас. Здесь идет энергия мужчины инфантильного. Я не знаю, сколько ему лет. Сейчас неважно, сколько лет ему. Но здесь энергия идет мужчина инфантильного, который ничего сам делать не хочет. Который хочет, чтобы за него решали. Ему помогали. Ему дарили что-то там, я не знаю. На работу его устраивали, в постели его приглашали. Его любили. Ему эмоции. Он то есть хочет брать, 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 брать. Где он-то научился этого, я не знаю. В какой школе? Я не знаю. Его учили брать, только брать. А отдавать не научили? Никак, нет. Вселенная любит, чтобы отдавали и брали. Объясните ему это. Пусть начнет уже соображать, почему у него так все в жизни хреново. Потому что не умеет в этой жизни ничего отдавать. А брат быстро научился. Что он еще ждет от вас? Хитрость, обманы, манипуляции, интриги, измены, коварство, воровство. Вот здесь у мужчины этого есть. И когда вы ему открыто в лицо говорите, что типа ты что, Альфонс? Он, нет, ты что, какой я Альфонс? Я мужчину мужчины, как ты могла так подумать? А ведет себя, кстати, как Альфонс. Ну, говорю как есть, не обижайтесь. Но вид может такой поставить, что нет, ты что, я такой честный. Я сам зарабатываю три копейки. Я не Альфонс. Что он ждет? Здесь люди на расстоянии. Может, он хочет, чтобы вы к нему приехали. Или он к вам, чтобы приехал. Ну, вы, конечно, чтобы опять оплатили. Да, молча, причем оплатили. Не говорили, что он Альфонс. Молча взяли, купили ему билеты, пригласили к себе. Погостить, не знаю, погулять, отдохнуть. И не ссорились с ним. Здесь женщина пытается над мужчиной взять верх по той причине, что он инфантильный. А ему это не нравится. Он хочет, чтобы его воспринимали инфантильным мужчиной. И это, как бы, чтобы выглядело нормально. А со стороны этого выглядит смешно. И здесь женщина постоянно в недоумении. Я с рептилоидом, типа, дело имею? Или это действительно нормальный мужик? Девочки, это рептилоид. У кого хорошая интуиция? А здесь интуиция хорошая у женщины. Правильно думаете. Да мало того, что он рептилоид. Извините, здесь может быть и Альфонс быть, да? Вот то, что я чувствую, я и говорю. У кого-то проиграется, что он Альфонс. Это общий расклад. И у кого-то проиграется, что он Альфонс. Поэтому нужен вам такой мужчина, конечно, решать вам, естественно. И еще будьте аккуратнее, потому что здесь по семерке мечей, опять же, говорю, это хитрости, обманы, манипуляции, интриги, измены, коварств, воровство. Это идет с какой-то из вас двоих позиций. Или вы так себя ведете, или это мужчина по отношению к вам так ведет. И вот это тоже имейте в виду. Мне, честно говоря, не совсем понятно, с какой идет это. Здесь четко только вышло вот она между вами. Значит, или вы, или он. Да, здесь хитрость через любовь идет, через секс. Да, ну вот как Альфонс ведут себя часто. Например, да, милая, я тебе что угодно сделаю за твои же деньги. Ну, как это так жестко звучит, да. Но это по факту так. Почему? Нет, мужчины спят с женщинами ради денег. Это тоже правильно. Если женщина старше него, например, почему он должен спать с ней бесплатно? Какая любовь здесь может быть? Ну, какая любовь здесь может быть? У мужчины своя цель продвигаться вперед за счет женщины. Чтоб она ему помогала, деньги давала. Что нас вас ждет? Да. Здесь, в принципе, я могу сказать, что люди поссорились. Поссорились, не общаются, но он же ждет. Речь-то у нас идет о том, что он ждунчик сейчас. Что с вашей стороны что-то последует. Что вы ему напишите, приедете, позвоните им, пригласите, позовете, поцелуете. В общем, все с вас, понимаете. Конфеты и шампанское тоже. И хорошая мягкая постель. Здесь мужчина как-то... Здесь, кстати, может быть, трехугольник. Но я не знаю, может быть, вы замуж, может быть, он женат. Это вот такой момент тоже может быть. Здесь трехугольник может существовать. Ну, в принципе, все. С тобой больше нечего. Все расклады на сегодня, все четыре позиции для меня какие-то очень сложные. По той причине, что у мужчин непонятно, что в голове. Такой мусор. Это просто трэш. Какой мусор. Это ужас. Ужас. И у каждого свои тараканы. Вот такой был расклад. Не обессудьте. Девочки мои красавицы, как есть, я просто читаю карты. Я вам всем желаю счастья, удачи, радости. С наступающим опять, с Новым годом. Пусть у вас будет все хорошо. И до скорых встреч. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok